Уже третий день в Крыму штормовое предупреждение. От сильных морозов в Симферополе страдают в первую очередь водители и пешеходы. Пока коммунальщики успели посыпать специальной смесью только центральные улицы города. Признаются, что обеспечить безопасные жители и окраинных районов не могут, поэтому просят их сидеть дома. Центральные дороги в первую очередь посыпаются, и так по ненарастающей, по не спадающей, потом те дороги, которые меньше эксплуатируются, но и в самую последнюю очередь там, где у нас движение очень маленькое. По возможности лучше не выезжать. Я понимаю, что общественному транспорту ездить надо. А вот частному транспорту, с тем, чтобы не мешать и расчистке дорог, и посыпке, лучше воздержаться. На данный момент в городе посыпаны только чуть более половины улиц. Доделать работу коммунальщики обещают уже сегодня. Пока же жители окраин по-прежнему рискуют потерять равновесие на скользкой дороге. Процентов, наверное, на 60 посыпаны дороги. Ну, я так образно говорю, там на 60 процентов. Поэтому часть дорог посыпаны, часть нет. Я думаю, что будут они в течение дня. Мы не в состоянии, я это признаю, 100 процентов посыпать вокруг домов там, еще где-то, так, чтобы люди ходили безопасно. Поэтому осторожно очень нужно ходить. Вот сегодня министр здравоохранения сказал, что уже участились в случае обращения в медпункты. Симферопольцы о невнимании властей к отдаленным районам знают не понаслышке. Многие из них уже неоднократно получали травмы и переломы, пытаясь пройти по скользким участкам в собственных дворах. Где не посыпано, то очень скользко. А много таких мест, где не посыпано? Очень много, да. В основном посыпаны только самые центральные видные улицы. Ой, в городе мы не видели, что было посыпано. С трудом. Да, а посыпают, видите ли, может быть, не хватает? Не везде, очень мало. Очень мало. В основном у входа в магазинах, а так везде скользко. Разумеется, при сильном гололюзе лучше не выходить из дома без особой надобности. Или же научиться правильно себя вести, чтобы избежать ушибов и переломов. Например, травматологи советуют ходить по скользкой поверхности мелкими шагами, на чуть согнутых ногах и никогда не пытаться упасть на руки. Ведь это чревато переломами. Такие знания наверняка пригодятся, ведь в непредвиденных ситуациях власти любят перекладывать ответственность за безопасность людей на их собственные плечи. Дарья Сплюхина, Станислав Юрченко, Аргументы недели Крым.